МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Маленькая страна для юных горожан. Детский сад с таким названием сегодня распахнул свои двери в Новочебоксарске. Возвели его в рекордные сроки, меньше, чем за год. Бюджет он обошелся в 104 миллиона рублей. Но дело того стоило. В городе Спутники очередь в дошкольные учреждения заметно сократилась. На долгожданном новоселье побывали мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Нам повезло несказанно, не нарадуются родители этих ребятишек. Место в новом детском саду многие из них ждали по несколько лет. Во время каникул некоторые мамы и отцы даже помогали строителям обустраивать помещение. Всем хотелось поскорее отправить свое чадо в эту маленькую страну. До этого мы ходили в другой садик. Мы жили в другом районе. И по переезду как раз в апреле в этот район нам удалось написать заявление в этот садик. Мы живем сейчас в Юраково, а жили до этого в Ельниково. Поэтому нам не очень было бы удобно возить в соседний район садик. Новочебоксарские власти называют это событие не иначе, как историческим. Дошкольных учреждений в городе Спутники не строили на протяжении 22 лет. Последние годы, отмечает глава республики Михаил Игнатьев, ситуация поменялась коренным образом. В Чувашии уже удалось возвести 4 новых детских сада. То, что мы запланировали ввести 10 дошкольных образовательных учреждений, мы сегодня, как действующая власть, как слуги народа, выполняем свои обязательства перед жителями районов и городов. По обеспеченности ситуация, она остается у нас. В основном она связана с обеспечением детьми от 2 до 3 лет, когда мама у нас все-таки уже готова выйти на работу, но мы пока не можем им детский садик предоставить. Здесь у нас есть несколько программ. Я думаю, что с их реализацией этот вопрос в течение 2-3 лет, согласно программы, мы закроем. Уже сейчас детский садик готов принять 240 ребят. В ближайшее время здесь оборудуют еще более 30 дополнительных мест. Средства на это уже поступили. В маленькой стране детей ждет много чудес. Для них открыли музыкальные и спортивные залы с самым современным оборудованием и новыми игрушками. Только на мебель из бюджета было выделено несколько миллионов рублей. Строители поработали на славу, отметил Михаил Игнатьев. В сказочной стране нашлось место и передовым технологиям. В целях безопасности новый детский сад оснащен самыми современными видеокамерами. Их 8 и охватывают они всю территорию. Камеры устроены таким образом, что в режим записи они переходят только от малейшего движения. Охватываются все веранды, участки детские и вход-выход в детский сад. На занятиях по физической культуре ребят уже с малых лет будут приучать к плаванию. В детском саду есть и собственный бассейн. Воду здесь очищают при помощи ультрафиолета. На чьей основе очистки идут? Киберагенты добавляются и ультрафиолеты получаются. Через песчаный фибер все проходит. В садике сейчас создано 12 групп. На каждую приходится по одному воспитателю. Нагрузка большая, но в ближайшее время здесь ждут и молодого пополнения. Новый садик, который сегодня открывается, он комплектуется. Нам нужно определенное время, в течение которого, я думаю, эту проблему заведующие вместе с главой администрации города эту проблему решат. Но что касается подготовки, переподготовки, эту задачу мы тоже перед собой ставим. Очень важно людей, получивших диплом о педагогическом образовании или для работы в школах, тоже привлечься для работы в детских садах. В следующем году в Новочебоксарске построят еще один детский сад на 160 мест. Подготовлен проект, работы начнутся в ближайшие месяцы. В скором времени в городе Спутники и вовсе планируют полностью закрыть проблему с очередями. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Открытие нового детского сада стало лучшим подарком к профессиональному празднику Дню работника дошкольных учреждений. Этой традиции уже почти 150 лет. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. Именно эта дата стала считаться Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Надо сказать, что работа воспитателя очень трудна. Справиться с десятком ребятишек, найти каждому подход под силу не каждому. Только к хорошей и доброй воспитательнице дети идут с радостью, любят ее, а подчас с нетерпением ждут, когда вновь отправятся в детский сад, чтобы узнать, что делают ребята в садике и как с ними занимаются педагоги-воспитатели. Идти туда не пришлось. Во дворце детского и юношеского творчества прошла необычная выставка. Вот малыши учатся пускать мыльные пузыри, дети постарше увлечены игрой в шашки, третьи занялись спортом. Надежда Петрова признается, стимул для работы ей дает безграничную любовь к детям. 17 лет для нее пролетели как один миг. За это время Надежда Иванова воспитала сотни маленьких чебоксарцев. Для нее самый радостный и самый грустный праздник – выпускной в детском саду. Говорит, с каждым ребенком остается частичка ее сердца. Я люблю маленьких детей, и именно поэтому я работаю много лет. Людмила Петрова только начинает познавать секреты профессионального мастерства. В садике она работает три года. Для молодого логопеда это настоящий экзамен, но переживания легко компенсируются. Я выбрала профессию логопеда, потому что дети очень приносят мне большую радость. И я всегда с детства хотела быть учителем, и поэтому выбрала эту профессию. Я когда прихожу к детям, они очень интересны, и с ними очень интересно проводить занятия. Сейчас и город, и республика все больше уделяют внимание поддержке молодых специалистов. Меры поддержки, которые принимаются сейчас в Чувашии, помогут сделать профессию воспитателя более популярной. В Себоксарах у нас еще будут открываться детские сады. Мы брали на себя обязательство в течение трех лет решить проблему детей по местам детских образовательных учреждений. Три года и старше мы выполним свои обязательства полностью, сто процентов по всей республике, к первому сентября 2013 года. Полтора лет и старше – к первому января 2015 года. Безусловно, главными всегда остаются люди. В свой профессиональный праздник лучшие работники дошкольного образования были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Но главная награда для всех собравшихся в зале – адресованные им детские улыбки. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. В республике сложилась неблагоприятная ситуация с уплатой аренды за пользование землями лесного фонда. Сумма задолженности достигла 50 миллионов рублей. Причем все они накопились за последние четыре года. Почему за деревьями не видно леса разбирались на заседании Координационного совета по противодействию коррупции. По сведениям Минприроды, сегодня 467 арендаторов и 11 государственных учреждений казенных предприятий используют около 46 тысяч гектаров лесных участков. Среди должников числятся 29 арендаторов. Темпер роста задолженности в 2019 году увеличился по сравнению с 2011 годом с 36 миллионов 400 тысяч рублей до 49 с половиной миллионов рублей. Из-за неуплаты, арендной платы ООО «Агролес» это 8 миллионов 200 тысяч рублей. И вертикаль 3 миллиона 100 тысяч рублей. Градации 1 миллион 500 тысяч рублей. Разумеется, Минприрода обратилась в суды. По некоторым случаям решения вынесены, по остальным ведется разбирательство. Исполнительные листы на неплательщиков есть. Вот только толку от этого нет. Некоторые должники, кстати, и на заседание не сочли нужным явиться. Глава Чувашей заметил, что ситуация, к сожалению, распространенная. Причем не только с лесными участками, но и с землями иного назначения. Странно при этом, что с арендаторами и неплательщиками поддерживаются деловые отношения. Вы задолженность через суд получите исполнительное производство. А договор-то зачем не расторгаете для меня? Вот это неопонятно. Они нарушили обязательства, подписанные вами, им, значит, есть у вас право расторгать. Впрочем, и должников тоже нельзя причесать под одну гребенку. Арендатор Марушин, задолжавший около 6 миллионов рублей, пояснил, что неплатежи с его стороны вызваны некоторыми сложностями в документах. Выставляемый объем древесины на самом деле, скажем так, отсутствует. В силу того, что лесустройство было проведено в 93-м году, а сейчас, скажем так, 2012 год и более 20 лет. И реальной картины, скажем так, в лесах отсутствует. Сейчас у нас дело, значит, находится, прошло первую инстанцию. Мы это дело выиграли. Сейчас находится, скажем, в апелляции. Андрей Марушин заверил, что в ближайшее время рассчитается с долгами. Остальным глава Чувашии посоветовал не шутить с государством. Кроме того, Михаил Игнатьев поручил Минфину составить реестр использования земельных участков с указанием стоимости аренды и уплаченных сумм. После чего должниками займутся предметно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Регионы по Волжье обязаны предоставлять доклады об исполнении указов президента России в установленные сроки. На сегодня лишь половина субъектов Приволжского федерального округа отчиталась перед главой государства. Чуваша оказалась в их числе. На видеоконференции, которую провел заместитель полномочного представителя президента России в ПФО, обсудили лишь самые важные проблемы. Речь шла о денежных выплатах семьям, в которых родится третий и последующий ребенок уже с 1 января 2013 года. Также на совещании обсудили опыт регионов, где созданы условия для совмещения женщинами отпуска по уходу за ребенком и трудовой занятости. Этот пункт указа исполнен во всех субъектах, кроме Самарской области. Учитывая значимость установленных указами целевых показателей, обозначен порядок контроля исполнения содержащихся в них поручений. Именно с этой целью во всех субъектах округа созданы коллегиальные органы, так называемой комиссии группы. В шести из четырнадцати субъектов ПФО группу возглавили руководители субъектов. Это Удмуртская и Чувашская республики, Кировская, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. Что само по себе указывает уже на то, что руководители субъектов намерены уделять первоочередное внимание контролю за исполнением соответствующих указов. Правда, доклады по восемнадцати поручений в аппарат полномочного представителя поступили только из некоторых регионов. В установленные сроки президенту России и в контрольное управление президента были доложены сведения по Приволжскому федеральному округу о результатах исполнения десяти поручений. Так, 20 августа текущего года в полном объеме информация была предоставлена лишь шестью регионами. Это республики Башкортостан, Мордовия и Чувашия, Нижегородская, Оренбургская и Самарская области. Аналогичная же ситуация сложилась и по докладам к 20 сентября. Своевременно и в полном объеме представили информацию лишь семь регионов. Это республики Мордовия, Татарстан и Чувашия, Пензенский край, Кировская, Нижегородская и Оренбургские области. На данный момент разрабатывается система автоматизированного контроля за ходом исполнения поручений, содержащихся в указах. Сроки исполнения вне определены планом-графиком и будут жестко контролироваться. Наш вам совет по аналогичной схеме организовать работу и в округах, и в регионах. Учитывая то, что необходимо составить соответствующий план-график и четко его соблюдать исполнение. Уже в октябре регионам ПФО нужно отчитаться об исполнении указов, касающихся обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, улучшения демографической ситуации, реализации государственной политики в области образования и здравоохранения. Дагиф Атагирова, Евгений Анисимов, Республика. Документ внесен председателем Думского комитета по охране здоровья, депутатом от ЛДПР Сергеем Калашниковым. Парламентарий предполагает, что в скором времени законопроект будет принят и вступит в силу 28 октября, с даты, когда обычно переводили стрелки. Тогда российское время будет опережать астрономическое не на два часа, как сейчас, а всего на час. По словам Калашникова, в правительстве России понимание по этому вопросу есть. Либерал-демократ называет несколько плюсов. Летом можно будет использовать световой день полностью, зимой темнота будет меньше угнетать психику. Кроме того, перевод часов поставит Россию в одинаковые условия со Средней Азией, Турцией и Китаем, сократит разрыв во времени до одного часа с Украиной и странами Европы. Со времен СССР до прошлого года Россия ради экономической выгоды жила с ежегодным зимним и осенним переводом стрелок. В 2011 году президент Дмитрий Медведев подписал закон об исчислении времени, который отменил этот переход. Страна начала жить по летнему времени. Новый закон вызвал множество негативных откликов. Люди жаловались на хроническое недосыпание и усталость. Целесообразность перехода на летнее время также обосновывалась экономическими причинами. Однако, по мнению критиков, в советское время переход помогал экономить электроэнергию, которая стоила гораздо дороже, чем сейчас. Электростанции работали на дорогом угле и даже торфе. Плюс электроэнергии требовалась развивающейся энергоемкой тяжелой промышленности. Сегодня же экономия касается в основном энергосберегающих ламп дневного света в офисах, отмечает Сергей Калашников. Депутат Госдумы Валентин Шурчанов встретился с жителями шахазанского сельского поселения, чтобы отчитаться перед избирателями о своей деятельности на посту депутата и работе всей фракции КПРФ в Нижней Палате Парламента. На встрече, в частности, говорилось о том, что Шурчанов стал автором или соавтором 12 законопроектов, вынесенных на рассмотрение фракции коммунистов. Ряд документов, призванные сделать работу органов местного самоуправления, эффективнее. Депутат остановился на законопроекте КПРФ о народном образовании. Это альтернатива единороссовскому. И призвал товарищей по партии широко обсудить документ среди образовательного сообщества. Вместе с тем жители сельского поселения поставили перед народным избранникам острые вопросы. Рассказали о своих насущных проблемах. В селе Шахазаны нет нормального ДК. Зал маленький и не годится для массовых мероприятий. Автобусы ходят нерегулярно. А на реке Малый Цивиль, протекающий рядом с селом, отсутствует плотина. Что создало проблемы во время засушливого лета. По озвученным проблемам Валентин Шурчанов поручил своим помощникам направить депутатские запросы в органы власти. Завершились трехдневные командно-штабные учения по проверке готовности всех служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. Помимо учений проводилась и очередная проверка системы оповещения населения. Сегодня в управлении МЧС подвели предварительные итоги готовности республиканских служб к экстренным ситуациям. 25 сентября на Красной площади состоялся осмотр техники всех экстренных служб. 26 сентября прошли тренировки по ликвидации сымитированной аварии на территории завода Химпром. А также пожарно-тактические учения на месте условного взрыва газа в жилом многоэтажном доме. Сегодня же состоялись учения по переводу гражданской обороны республики с мирного на военное время. Все силы и средства, привлекаемые к ликвидации этих чрезвычайных ситуаций, отработали достаточно грамотно на высоком профессиональном уровне. Я думаю, что они заслуживают и заслужат в конце концов хорошие высокие оценки. Как признается генерал, учения, безусловно, очень важная часть подготовки к чрезвычайным ситуациям. Но предусмотреть все невозможно. Природа преподносит все новые сюрпризы. Стремительно развивающиеся технологии делают нас своими заложниками. А в военное время планы меняются стремительно в зависимости от тактики противника. Именно поэтому в процессе учений сотрудники экстренных служб отрабатывают не только алгоритм действий, но и скорость реакций. Безусловно, без нареканий не обошлось. Профессионалы, они оценивают действия не только наши, они оценивают действия, вернее, сравнивают нас с другими субъектами, потому что у них уже достаточно большой опыт работы в других субъектах. Тем самым они подсказывают нам, что мы делаем не так. Некоторые шероховатости есть, но я и говорю, на то мы и проводим учения, на то мы и учимся. Окончательные итоги будут подведены завтра на совещании в кабинете министров Чувашии. Мария Лысенко, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее в программе прогноз погоды. А я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова